Здравствуйте, мои дорогие! Елена Владимировна, вам особенное почтение. Здравствуйте! Спасибо за вашу строгую критику. Ваше возмущение мне показалось просто неравнодушием ко мне. Я учту все, что вы сказали. Ваши замечания не совсем справедливы. Но я же обещала слушаться. Обещаю делать так, как вы велели. Сегодня мы будем делать очень распространенное, очень простое и немножко нами допридуманное блюдо. Берем все, что есть в холодильнике. А в холодильнике у нас было все. Перец, яйца, помидор, лук, грибы, лук зеленый, укроп, ветчина, грудинка. И еще я приготовила кусочек черного хлеба. Расскажу, почему. Мы сегодня будем делать яичницу, но не простую. Знаете, там не по-итальянски. Я знаю канаровский язык, как яичница. Когда я была в Японии, я говорила «таманэ гидо дзо» – это значит «дайте мне, пожалуйста, яичницу». Когда я приезжала в Италию, я говорила «дуэ оки, пор фаворэ» – это значит «яичницу». А сейчас я просто сделаю яичницу по-лари, по-рубайски. А почему черный хлеб, я вам расскажу. В моей жизни были разные времена. Наверное, у всех они были разные. И было время, когда мне очень хотелось есть. А есть было особенно нечего. Это было очень давно. И я однажды пришла к своей подруге и увидела, что они едят удивительное блюдо. Они на сковородке порезали черный хлеб и положили на сковородку. У них не было колбасы. Они пожарили черный хлеб и залили яйцами. Это было так вкусно, что еще много лет мне казалось, что вкуснее блюда нет на свете. Но на самом деле это вкусно. И поэтому я, не изменяя привычкам в своей молодости, снова начну приготовление с тонко порезанного черного хлеба. Мы все будем жарить вместе. Сначала мы подготовим то, что потом будем заворачивать яичницу. Сейчас у меня пожарится черный хлеб. За это время я могу, чтобы не терять времени, разбить сюда яйца. Давайте мы сейчас приготовим все понемножку, а потом будете знать как. Чтобы вам было не скучно слушать звон взбиваемых яиц, тарахтение вилки, опложку, я вам почитаю стихи. Мне одна девушка рассказала свою историю, а я просто записала. Мне 30 лет, а я не замужем. Как говорят, не первой свежести. А в сердце чувств такие залежи, такой запас любви и нежности. Моим богатством нерастраченным. Так поделиться с кем-то хочется. Да тебе венец безбрачия, сказала мне соседка-склочница. Молчала б лучше ведьма старая, да помогла мне с этим справиться. Все говорят, я девка статная и не дурна, хоть и не красавица. Как вкусно я варю варенье, как жарю кур с румяной корочкой. Но кто б мне сделал предложение, не пожалел бы, но не с кулечки. Вчера зашел один подвыпивший. Жену с детьми отправил к матери. Час просидел, всю душу вынувши. Потом ушел, дорогу скатертью. А скоро праздники подкатятся. Пойду к подругам на девичник я. Вчера себе купила платьица. Недорогое, но приличное. Надену лаковые лодочки. В метро вплыву, как манекенщица. Потом с девчонками под водочку. Нам может счастье померещится. На платье вставка белых кружевых. И в нем такая я красивая. Подруги обе, хоть замужние, но в общем тоже несчастливые. Мужья в домах и гости редкие. Один моряк все где-то плавает. Другой встречается с соседкой. Но дети есть, а это главное. Я им ввержу, терпите, девочки. Какие есть, а все ж мужья. И в платье новеньком с отделочкой Одна домой отправлюсь я. И у метро куплю у тетеньки Три ветки в бусинках мимоз. Уткнусь лицом в букетик желтенький. Так, чтоб никто не видел слез. Мне говорят, с твоей-то внешностью. Ну что такого 30 лет? И кружит сердце лихри нежности. Как с белых яблонь. Белый цвет. Вы заметили, что пока я читала стихотворение, я сюда в сковородку положила порезанную грудинку, порезанный перец. Кстати, если у вас это все есть, кладите все. Если чего-то нет, совершенно не важно. Теперь я положу немножко грибы. Почему не положить, если у нас они есть? Это в былое время мне хватало только того, чтобы положить черный хлеб. А сейчас можно и немножко себя больше побаловать. Так, грибы положили. И положим лук сюда же. Все вместе жарим. Это просто и это вкусно. Вы сейчас сами поймете, что это здорово, просто и вкусно. И я положу немножко помидора. Вот у нас тут все уже шкварчит, жарится. Осталось совсем немножко. Кстати, я вам сейчас прочитала стихотворение, которое называлось «Мне 30 лет, я не замужем». Однажды во время концерта я его прочитала. Но обычно женщина подходит после концерта что-то говорить, что-то спросить. Но ко мне подошел мужчина. Подождал, пока уйдут все женщины. И сказал, мне нужно с вами, Лариса, поговорить. Дайте мне, пожалуйста, телефон девушке. Я говорю, какой? Вот которой 30 лет, а она не замужем. Мне так было смешно. Я говорю, дорогой мой, таких девушек очень много. Он говорит, много, я знаю. И я многих знаю. Мне ваше понравилось. Готовит вкусно. Кур с румяной корочкой. Вот так. Слышите, как шкварчит? А я слышу, как скрипят ваши перья, как нажимаются ваши кнопки, как вы пишете мне письма и ставите лайки, колокольчики. Подписывайтесь на мой инстаграм, на мой ютуб-канал и по ссылке в профиле переходите на все и на ютуб, и на тикток. Пожалуйста, я вас жду. Вот, у меня уже почти готово. Теперь я уже зажгла еще одну. Вот так комфорт поменяю местами. Вот это у меня посильнее. И тут я приготовлю то, ради чего мы все это начали. Но перед тем, как это приготовить хищницу, мой маленький секрет. Я сюда кладу сахар, чтобы она была немножко липкая. Тогда будет вкусно, хорошо ее очень снять и будет очень все это вкусно. Подходит одно другому. И вот смотрите. Теперь я из этого делаю обыкновенные яичные блины. Это очень-очень просто. Просто как блины, только яички. Так, знаете, наливаешь столько, чтобы на одного человека. А помните, как в фильме «Одиноким предоставляется общежитие» Фронтик Макратычан привел девушку, говорит, она мне утром яичница, днем яичница, вечером омлет. Я скоро сам кукарекать буду. Я, например, не возражаю кукарекать, потому что я очень люблю яичницу. Вот теперь смотрите. Я наливаю сюда небольшое количество этого яйца. Только яйцо, в котором соль и немножко сахара. И сейчас получится блинчик. Один яичный блин готов. Кладем его на тарелочку. Теперь сюда кладем эту замечательную начинку. Вот так, аккуратненько на одну сторону. Так, чтобы все сюда попало. и хлебушек, и грудинка, и перчик, и лук, и грибок. Так. Теперь мы это накрываем. Вот так. И получается вот такая красота. И все, можно подавать. Неожиданно же. Правда? Теперь мы снимаем аккуратненько второй блинчик. Вот так. Так. Сюда кладем опять начиночку. Видите, как я с ней ласково обращаюсь. Блинчик, начиночку, перчик. Вот мой муж не любил, когда я так говорю. Что ты как в детском саду? Ну приятно же. Помидорчик. Вот так. Вот так. Накрываем это аккуратненько. Второй половинкой. Подвигаем. Украшаем. Немножко луком зеленым. Видите, у меня тут такая дырочка была. Я ее раз и залатала при помощи лучка. Нравится вам то, что я сделала? Мне кажется, да. Можете на большой сковородке сделать. Тогда у вас эти блины будут больше. Больше начинки. Ну как, от аппетита зависит. Большим можно большим сделать. И будут большие порции. Мне кажется, это тоже достаточно. Девочки, которые 30 лет, а я не замужем, готовьте вот такую яичницу. И у вас это дело быстро пойдет. И замуж выйдете. Смотрите, и при том удачно, и успешно. Потом скажете, какая молодец Лариса Рубайская, которая на канале кулинарные стихи Ларисы Рубайской научила нас сделать такую красоту, поймать хорошего кавалера, умного, доброго, внимательного, и выйти замуж. Так как на такое блюдо прилетит суженый ряжень довольно быстро, готовьтесь к его приходу. И знаете что, тут можно даже вот то, что мы обычного немножко пьем, может быть тестом. Если бы вы налили рюмочку себе и кавалеру, и он говорит, что я такую маленькую дала, давай большой стакан. не нужно, вот он сильно пьющий. А если он скажет, нет, нет, я не пью, тоже странно. А если он скажет, хоть чуть-чуть с удовольствием, то это наш человек. Загадывайте желания. Пьем за счастье, за радость, за исполнение всяких желаний, чтобы сбывались мечты. И моя левая рука на удачу. Спасибо вам! Я вас люблю! Субтитры создавал DimaTorzok